Теперь давайте рассмотрим, как ответить или отклонить входящий звонок. Когда вы получаете звонок на свой телефон, перед вами предстает экран. На нем находится следующий элемент. Имя звонящего, если он у вас есть в контактах, или номер, если его нет. Далее тип вызова. Какой телефон звонит, например, сотовый, этикетка контакта. И далее идут кнопки. Ответить, отклонить. Далее могут еще идти какие-либо кнопки. Все зависит от телефона. Но нас интересуют кнопки ответить и отклонить. Для того, чтобы ответить на звонок, вы смахиваете до кнопки ответить и нажимаете дважды. После разговора, как мы уже выучили с вами в предыдущей части, вы можете нажать на кнопку питание для того, чтобы завершить звонок. Давайте посмотрим это на примере. Я нажал на кнопку громкости вниз, чтобы заглушить рингтон. И теперь смотрю, что на экране. Отправить сообщение, протяните двумя пальцами вверх, чтобы выбрать быстрое сообщение об отклонении. Отклонить, нажмите дважды, чтобы отклонить. Кнопка. Входящие вызовы. Мама. Айфон. Плюс 79. Последние вызовы. 18.40. Ответить, нажмите дважды, чтобы ответить. Кнопка. Ну, кнопку ответить мы пропустили, она была самой первой. Нажимаем дважды, чтобы ответить. И вот у нас начался вызов. Для того, чтобы его завершить, нужно нажать на кнопку питания. Таким образом мы смогли ответить на вызов, поговорить и завершить его. Еще раз проговариваю последовательность действий. Вы получаете вызов, нажимаете на кнопку громкости вниз. Для того, чтобы заглушить звонок. И далее смахиваете до кнопки ответить. И дважды нажимаете. Вы также можете смахнуть до кнопки отклонить и дважды нажать, если вам нужно отклонить вызов соответственно. Теперь давайте поговорим о дополнительных настройках, облегчающих жизнь, которые имеются на аппаратах от Samsung. Данные настройки позволяют минимизировать прикосновение к экрану при ответе на звонок. Они позволяют включить ответ на звонок кнопкой громкости вверх и завершать звонок кнопкой питания, даже когда токбэк не включен. Это может понадобиться, если вы будете использовать другой скринридер, которым мы говорить не будем. Но если вы будете использовать G-Show Screen Reader, то вы знаете, что вам нужно активировать этот пункт. Для того, чтобы найти эти настройки, необходимо в приложении «Телефон» нажать на кнопку «Другие параметры». «Другие параметры» доступно, новое содержимое, кнопка «Всплывающее окно», «Быстрый набор» в списке. И здесь нам нужно найти настройки. Открывать клавиатуру. Настройки доступно, новое содержимое. Настройки вызовов. Переход вверх. Настройки вызовов. Блокировка номеров. 1 из 15. Фон при вызове. Доступно, новое содержимое. 3 из 15. Сигналы и мелодия вызова. 4 из 15. Ответы завершения вызовов. 5 из 15. Нам нужна настройка «Ответ и завершение вызовов». Заходим сюда. Ответы завершения вызовов. Переход вверх. Кнопка «Взвучить». Ответы завершения вызовов. Озвучивание имени абонента. 2 из 8. В списке 8 пунктов. Имя абонента озвучивает токбэк. Выпл. Озвучивание имени абонента. Переключатель. Но если вы хотите, вы можете поставить, хотя токбэк сам озвучит, кто звонит. Автоматический прием вызовов. Автоматически отвечать на входящие звонки после заданного времени, если подключена гарнитура или устройство Bluetooth. 4 из 8. Выпл. Автоматический прием вызовов. Ответ. Увеличение громкости. ВКЛ. Переключатель. 6 из 8. Ответ. Увеличение громкости. Этот пункт отмечен. Если у вас он не отмечен, то рекомендую поставить флажок. Это сделает процесс ответа на звонок гораздо быстрее. Завершение клавиши питания. ВКЛ. Переключатель. 7 из 8. Завершение клавиши питания. Данный флажок также установлен. Если он снят, вы можете его ответить. Если он снят, вы можете его отметить. Это все настройки. Попробуйте зайти в настройки приложения «Телефон», если у вас Samsung, и проверить в пункте «Ответы завершения вызова» данные настройки. Если они у вас сняты, отметьте их. Это очень сильно поможет вам при работе с телефоном. Когда вам кто-то позвонил, вы можете не искать кнопку «Ответить на экране», а просто нажать клавишу громкости «Вверх». Давайте еще раз совершим звонок и посмотрим, как это работает. Я нажал на кнопку «Громкости вверх» и звонок принесся. Теперь я нажимаю на кнопку «Питание» и он завершится. Прежде чем мы закончим эту часть, давайте рассмотрим, что находится на экране, когда вызов идет. Для этого еще раз позвоним себе, и далее мы будем смахивать по экрану и смотреть, что там. Мы находимся на экране вызова, и давайте посмотрим, что тут есть. Первое, что мы встречаем, это время, сколько идет вызов. 0 минут 15 секунд. Смахиваем вправо. Кнопка «Другие параметры». Мы можем просмотреть контакт или отправить сообщение. Нажимаем «Назад». Нажимаем «Назад». Вызовы. Другие параметры. Мама. Имя контакта. Добавить вызов. Кнопка. Мы можем добавить еще одного участника к вызову для конференц-связи. Удержать вызов. Кнопка. Удержать вызов. Bluetooth. Выключена. Кнопка. Bluetooth. Переключиться на Bluetooth гарнитуру. Динамик. Выключена. Кнопка. Включить громкую связь. С помощью кнопки «Динамик». Выключить микрофон. Включено. Кнопка. Выключить микрофон, что мы сейчас и сделали. Клавиатура. Кнопка. И далее имеется кнопка «Клавиатура». Для чего она может понадобиться, я расскажу через несколько секунд. А сейчас мы смахиваем вправо. Завершить кнопку. И кнопка «Завершись». Мы можем либо нажать на нее, либо нажать на кнопку питания. Для чего нужна кнопка «Клавиатура»? Если мы звоним на автоответчик, то нам будут говорить «Нажмите 1, чтобы это», 2, чтобы то. Чтобы нажать 1 и 2, нужно, чтобы появилась клавиатура. Для этого и служит эта кнопка. После ее нажатия вы можете нажимать на нужные запрашиваемые цифры или нужные цифры, которые вам нужны для дозвона. Совет. Если вы хотите быстро находить кнопку «Завершить звонок», касайтесь нижней части экрана. На этом вторая часть завершается. Попробуйте исследовать экран вызова, когда он идет. Если у вас устройство от Samsung, как я уже сказал, попробуйте посмотреть на настройки по ответу и завершение вызова. В следующей части мы будем работать с контактами.